Интересный доклад, особенно вот молодежь у нас уходит, а хотелось бы, чтобы они послушали. Потому что доклад называется «Московский врач. Первые итоги реализации проекта». Это проект Департамента здравоохранения города Москвы. Вы, наверное, все знаете, что огромное внимание департаментам уделяется по вопросу квалификации своих сотрудников. И эта программа проводится не только в отношении врачей-инфекционистов, а там уже почти 20 специальностей внесены в этот список. По каждой специальности любой желающий, имеющий опыт работы не менее 5 лет, не только в структуре Департамента здравоохранения, а вообще по этой специальности пройти оценочные мероприятия и получить звание «Московского врача». Преимущество этого «Московского врача», ну кроме того, что выдается документ, огромный диплом, значок, это еще идет и прибавка к зарплате. Правительство Москвы выделяет ежемесячно 15 тысяч врачу, который имеет статус «Московский врач». Надо сказать, что оценочные мероприятия, изменения в оценочных мероприятиях проводятся сейчас не только в отношении «Московского врача», звания «Московский врач», но также будут еще применяться уже вот с 1 сентября. Это для соискателей, которые хотят идти работать на первичное медико-санитарное звено. А с 1 января оценочные мероприятия будут проходить и для соискателей, которые будут трудоустраиваться в стационары. Это, еще раз говорю, это не только касается инфекционных болезней, это касается и других специальностей. И базируется оценочное мероприятие практически вот на всем том, что разработано для «Московского врача». Ну вот давайте послушаем, как Георгиевна нам сейчас расскажет о первых наших специалистах, сколько их у нас и как это все проходит. Да, уважаемые коллеги, проект «Московский врач» стартовал в апреле 2017 года. Инициировал был он правительством нашего города и цели его были следующими. Прежде всего, это повысить профессиональный уровень компетенции врача, повысить его статус в социуме и, конечно, разработать новые механизмы кадровой политики. Но и кроме того, этот проект во многом мотивирует врачей-специалистов к непрерывному медицинскому образованию. Московский врач. Что это за понятие? Алексей Иванович Хрипул, министр правительства Москвы и главный департамент по здравоохранению, он дал такое определение. Московский врач – это знак качества, это действительно знак высокого профессионализма, знак высокой компетенции. Если мы вспомним выдающихся врачей прошлого столетия, наших учителей, то вспомним, как они в течение всей своей профессиональной жизни совершенствовали свои знания, умения и практические навыки, учили нас этому. И сегодня множество врачей в нашей специальности обладают высокими профессиональными и теоретическими, и практическими знаниями, и умениями. И все это подвигает наших специалистов к участию в этом проекте. В нашем университете, я имею в виду Московский государственный медико-стоматологический университет, реализация этого проекта и оценочные этапы этого проекта были начаты в конце 2017 года. Светлана Васильевна уже перечислила, кто может быть или кто может претендовать на участие в этом проекте. Прежде всего, это специалисты, которые имеют действующий сертификат. Но надо сказать, что в нашей специальности с будущего года, помимо действующего сертификата, будет работать свидетельство об аккредитации. Впервые или сначала эта аккредитация будет касаться лишь клинических ординаторов, которые закончат свое обучение в 2020 году, и тех специалистов, которые пройдут переподготовку по нашей специальности, инфекционные болезни. Стаж работы по специальности должен быть не менее пяти лет, и участвовать в этом проекте могут не только сотрудники, врачи, работающие в системе городского здравоохранения, но и те специалисты, которые работают в контрактных организациях. Дисциплина инфекционные болезни в перечень специальностей, которые могут претендовать на статус московского врача, введена с 2017 года, с прошлого года. И вот наша кафедра в течение года очень плотно работает с этим проектом. Основаны или разработаны основные оценочные процедуры. Для того, чтобы успешно пройти весь марафон по присвоению высокого статуса специалиста, претендент должен пройти несколько этапов. Первый этап включает в себя три уровня. Первый уровень – это теоретический экзамен в виде компьютерного тестирования. Сотрудниками нашей кафедры совместно с Департаментом травоохранения было разработано 3000 тестов. Пример некоторых тестовых заданий вы видите на экране. Тренировочные тесты расположены на сайтах Департамента здравоохранения и на сайте нашего университета. Второй уровень – это проверка наличия профессиональных навыков путем выполнения практических действий, в том числе и с использованием симуляционного оборудования, и с привлечением стандартизованных пациентов. Пример вот таких практических навыков и умений вы на экране также видите. И завершает первый этап – это третий уровень. Решение специалистам ситуационных задач в процессе профессионального собеседования с членами экспертной комиссии. Экспертная комиссия состоит из 21 специалиста. Вопросы к задачам, они наиболее часто здесь представлены. На самом деле они, в общем-то, обычные для того, чтобы понять профессиональный уровень претендента. Предварительный диагноз, его обоснование, методы диагностики, которые могут подтвердить этот диагноз, дифференциальная диагностика, рекомендации по лечению и профилактике. Но, тем не менее, вопросы-задачи могут касаться и классификации, патогенеза, особенности поражения различных органов и систем при данной патологии. Какие разделы инфектологии внесены или включены в ситуационные задачи? По сути, все. Это бактериальные инфекции, и не только часто встречаемые в нашем регионе, но и завозные в том числе. Это широкий круг вирусных инфекций. И, безусловно, это протезоозы, гельминтозы и прионные болезни. Второй этап, заключительный этап оценочных процедур, это документарный. Вот именно так его обозначают специалисты Департамента здравоохранения. Этот второй заключительный этап, он имеет в виду заключение экспертной комиссии по первому этапу и работу с документами претендентов, портфолио. В течение года в Москве было 9 претендентов на этот высокий статус. Это были врачи трех московских клиник. Первые врачи пришли в декабре 2018 года и продолжались этапы оценочной процедуры до сентября нынешнего года. Нам представлялось, что наиболее сложным будет второй уровень первого этапа, который касается мануальных навыков и практических дам. Но оказалось, что из 9 претендентов только 5 смогли теоретически дать знания по тестовым заданиям. И таким образом, сегодня мы имеем в Москве 5 врачей, которые успешно завершили 2 этапа оценочных процедур. Но для того, чтобы облегчить возможность претендента получить вот это высокое звание, высокой компетенции специалиста, сотрудниками нашей кафедры и департаментом здравоохранения разработана программа. Рабочая программа, которая призвана подготовить претендентов для прохождения вот этого марафона. Основной итог, который мы сегодня имеем, это 5 врачей, которые успешно завершили оценочные процедуры и получили статус «Московский врач». Это 4 врача инфекционной клинической больницы номер 1, они здесь представлены, и врач из больницы «Соколиная гора». И другой, последний, наверное, слайд. Результаты проекта, кому и что будет интересно. Интересно и полезно это всем. Пациентам это действительно полезно, они понимают, что их курирует врач высокой компетенции. Врачам это тоже понятно их интерес, это статус, но это и финансовое поощрение, мотивация и, безусловно, перспектива кадрового роста. Но и руководители, в штате которых есть специалисты вот с этим высоким статусом, статус их лечебного учреждения тоже в департаменте города, здравоохранения и России, безусловно, повышается. Если есть вопросы, коллеги, готовы ответить. Испугались?